Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Жанна Фетисова. Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Я вам очень признательна. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, что мне очень понравилось этим летом. То есть то, что я использую каждый день с большим удовольствием, и то, чем я хочу с вами поделиться. Это будут мои находки в косметике декоративной, в уходовой косметике, ну и некоторые другие вещи. Что ж, давайте начнем. Маски. Маски обожаю, люблю. Догадались уже по моим видео, что я очень люблю маски. От Skin Food. Это сахарная маска, Black Sugar Mask Wash Off. Она чистит и одновременно увлажняет и питает кожу. Там очень много масел. У нее приятный такой лимонный, я бы даже сказала, аромат. Она очень густая, действительно такая вкусненькая-вкусненькая, как будто шоколадное мороженое какое-то, знаете. Она очень богата маслами, она чистит кожу, она многофункциональна. Обожаю и люблю. Часто не использую. Раз в две недели моей коже полезно сделать такую чистку. Пура потом чистой и очень хороший такой приятный цвет лица. Крем, который открылась для себя и наношу в виде маски. Это планета Органика. Приобрела его в подружке. Для тех, кто не видел мои видео с подробным описанием моих покупок в подружке, посмотрите, пожалуйста, здесь ссылочку оставляю. Замечательный крем на основе органических водорослей Норвежского моря. Странный аромат, но я прощаю ему это за невероятный эффект на коже. Такая напитанная, хорошо увлажненная кожа. Я делаю масочку и показываю, как я это делаю в ролике. Так что посмотрите, пожалуйста, мне очень нравится. Раз в неделю обязательно делаю масочки. Либо альгинатные, либо вот с такими альгинатными водорослями, которые содержатся в кремах. Серия с гиалуроновой кислотой. Обожаемая мною Хадалаба. Это японская косметика. Это не то, чтобы масс-маркет, такой переходный вариант от люкса к масс-маркету. Что здесь содержится? Здесь очень мелкая молекулярная гиалуроновая кислота. Великолепно будет работать в комплексе с вашим кремом. И как бы затягивая этот крем, внутрь пор замечательно увлажняет, питает. И это такой вот лосьончик. Он очень экономичный в использовании. Нескольких капель хватает для того, чтобы вот так вот прям разнести на лицо. И я очень довольна. У меня несколько таких средств. Обожаю Хадалаба. Очень нравится гиалуроновый мист тоник от Дермаэ. Но похожие тоники я могу сделать сама. Этот же славится тем, что он действительно очень хорошо работает. И здесь еще есть витаминки. Но он довольно дорогой. И здесь немного. Здесь всего лишь 60 мл. Он может распыляться прямо вот так. Так вот на косметику сверху. У него не очень мелкодисперационный распылитель. Что мне не очень нравится. Но у него потрясающий аромат легкий. И он дает такое прям сразу ощущение свежести. Ощущение такого дождя. Летнего дождя. Обожаю этот мист. Меня интересует, каким образом я делаю сама мист. И посмотрите, пожалуйста. Оставляю ссылочку также наверху под восклицательным знаком. Следующий влажнитель, который я хочу вам показать. Это тоники. У меня вот таких вот целых три тоника. Один из них от компании The Sim. Это корейский бренд. Замечательная. Тоник с белым чаем. У них еще и с зеленым, и с черным. Мне больше нравится почему-то с белым. Он чистит кожу так замечательно, как мицеллярная вода. Хотя это не мицеллярная вода. То есть там настолько много полезных компонентов растительных, которые просто счищают пыль, которая сила в течение дня. Представляете? То есть вы можете быть дома, заниматься какими-то своими делами по дому. И потом протереть лицо этим тоником, вы увидите серый абсолютно ватный диск. Это чудо. Мне очень нравится вообще косметика The Sim. У меня есть несколько средств. Я планирую ими начать воспользоваться после лета, осенью. И потом обязательно с вами еще поделюсь. Тоник замечательный. Вот видите, он у меня уже практически заканчивается. С очень нейтральным запахом, что немаловажно для многих. Очень демократичные цены на тоники Green Mama. Это уже 3 или 4 моя бутылочка. Здесь много, что самое главное. Здесь целых 300 миллилитров. Морской тоник с морскими водорослями. Опять же, как вы уже поняли, я обожаю морские водоросли. На меня они положительно очень влияют. Очень хорошо очищают, увлажняют. Использую его как второй этап в качестве тонизирования. Вторым этапом в своей системе по уходу за лицом. Посмотрите, пожалуйста, для тех, кто не смотрел мои ролики. И алоэ вера, стопроцентный гель. Замечательная вещь. Закрепляет макияж. Его можно носить прямо сверху на лицо. Прямо на макияж. То есть, прям вот так. Смотрите. Это компания Newall. Это бюджетная линейка японской косметики. Они очень недорого стоят. Столько мелкодисперсный. Хотела сказать пропеллер. Распылитель настолько мелкодисперсный, что вы его просто даже не почувствуете на лице. Но такая прохлада приятная. Тут же снимается раздражение. Если у вас есть раздражение на лице, очень советую брать его с собой в отпуск. Косметички в отпуск я также его с собой беру. Всегда успокаивает, увлажняет и еще и закрепляет макияж. Ну, обожаю такие вот средства многофункциональные. SPF. Обожаю просто Clorans компанию. 30 SPF UVA и UVB лучи. Замечательно впитывается. Не оставляет вообще никакой пленки. Никакого белого цвета. Абсолютно такой увлажняющий, питательный, хороший такой крем. Богатый. Не водичка. То есть крем довольно густой, как вы видите, да. Стирание, посмотрите, нет никакого белого цвета. Есть легкий такой приятный аромат. Да, это есть. Но никакого блеска. Вы видите, матовый абсолютно оттенок. Отлично работает, как база под макияж. Очень советую. Замечательная вещь. Да, не дешево, но зато вы избежите таких проблем, как пигментные пятна. Я от этого очень страдаю. То есть у меня появляются веснушки, они мне не очень нравятся в летний период. Поэтому я спасаюсь вот этим кремом. На лицо зону декольте и на тело я использую чуть-чуть другой крем. Очень люблю пилинг от Пайо. Да, он не дешевый, но он стоит того. У него прекрасная кремообразная текстура. Он выглядит как питательный крем и точно так же прекрасно лежит на лице, как питательный крем. Его стоит нанести совсем немножечко. Увлажненную каким-то спреем кожу минут 10-15. Затем излишки снять влажной салфеткой. Я делаю так. Это потрясающая вещь для выравнивания. Для того, чтобы текстура кожи была более ровная, однородная. Введение жировичков. Да, если вы не знали, их совсем не обязательно прижигать. Красно выводятся пилингами с кислотами. Очень полюбила этим летом две сыворотки. Это Cell Skin Lio L. Это слоник называется. Вот такое смешное название. Здесь очень много. И огромного количества трав, морских коллагенов. То есть все, что необходимо для того, чтобы выровнять нашу кожу. И сделать ее более светлой, более чистой, без пигментных пятен. Эта вещь очень хорошо бурится с пигментными пятнами. Обожаю ее, люблю. Видите, уже использовала довольно много. Но она очень экономная. Она очень хорошо расходится по лицу и по зоне декольте. На зоне декольте ее тоже использую. Под глаза и на места, где могут образоваться мимические морщинки. Использую вот такую сыворотку Vanilla Ice Cream. Из серии Coffee Tree от VI Cosmetics. У меня есть целый ролик о средствах VI Cosmetics. Это российская компания на сибирские разработки. Этот ролик тоже оставлю наверху под восклицательным знаком. Потрясающий аромат. Просто ощущение, что гир действительно ванильное мороженое, кофейное. Замечательно увлажняет, питает. Ну, морщин нет, поэтому не могу сказать, что он сильно разглаживает мне морщины какие-то. Но и, по крайней мере, очень хорошо поддерживает кожу в состоянии. Таком бодром, активном, тонизирует. Потрясающая вещь. Очень советую попробовать. Ну, и это очень бюджетное средство. Буду приобретать еще. Уходовое средство, которое я сейчас просто обожаю, кремы. Максимальное увлажнение лифтинг и анти-эйдж гель-крем. Из той же серии, что и сыворотка. Coffee Tree от VI Cosmetics. У него обожаемая мной текстура крема суфле. Вот такого. Который моментально увлажняет. Очень хорошо впитывается. Он имеет аромат зеленого кофе, кофейных зерен. Кто заваривал себе, пил, знает, что это за аромат. Такой горьковатый, сладковатый, ни на что не похожий. Он оставляет очень матовый такой финиш на коже. Мне это очень нравится. Крем этот я могу использовать как на ночь, так и днем. Просто потому, что очень нравится эффект. Кожа отдохнувшая, кожа не перегруженная. На лето потрясающие вещи. Очень советую. И еще этим летом я открыла для себя косметику Reviva Lab. Заказываю ее с iHerb. В описании к этому видео я оставлю скидку для моих друзей. Постоянную, 5% вне зависимости от того, заказывали вы что-то там. Или первый раз вы получите эту скидку по этому промо-коду. Так что посмотрите. Throw and Eye Cream. Потрясающий, очень богатый крем. Знаете, что он мне напоминает? Он мне напоминает от Clinique. All About Eyes Rich. Да. Он гуще гораздо, чем All About Eyes. Похожий набор масел, трав и увлажняющих, таких сильно питательных, увлажняющих компонентов. Он замечательно подходит, как под глаза. Причем для возрастной и для молодой кожи тоже. Просто для суховатой кожи. И что мне нравится? Он опять многофункциональный. Его можно наносить на шею, зону декольте. Здесь целых 40 мл. Пользуюсь с огромным удовольствием. Он очень экономичен в использовании. Пользуюсь им вот сейчас все лето. И начало весны. Вот посмотрите, он только-только начал углубляться. Только одна треть использована. И я этому очень рада. Никогда бы он не заканчивался. Я была бы счастлива. Теперь давайте к декоративной косметике. Но прежде всего хочу показать свои кисточки, которые мне очень-очень нравятся. Стоили очень немного. Это кисточка от Эльф. Замечательные кисти. Обожаемые мной. Можно смахивать излишки макияжа. Можно наносить пудру. И под глаза в том числе. Можно наносить румяна. Можно сделать контурирование. Совершенно недорогие кисточки. Очень вам советую. Очень удобные. Прекрасно вымываются. Впитывают в себя много пигмента. Поэтому вот сейчас я пользовалась ей в качестве кисточек и дыраль для румяна. Смотрите, на ней ничего не остается. Кисточка от Вивген Сабо. Вот такая вот кисть. Я не могу сказать, что она идеальная. Вот из нее как-то так иногда что-то вылезает. Но она недорогая. Она очень и очень мягкая, как вы видите. Она совершенно не травмирует. И она также очень хорошо моется. Все это искусственный ворс. Настоящего ворса. Это Эко Тулс. Это был набор. Приобретала его также в Айфер. Менькая кисточка с вот таким вот маленьким ворсом. Можете набрать ей немного тени. И положить в те, соответственно, точки, которые потом хотите растушевать. И растушевывать можно уже вот этой кисточкой. Они очень правильной формы. Правильная форма растушевочной кисти. Вот такая. Вот ромбиком вверх. Замечательно уходит во все складочки внутрь. Вот она залезает просто везде. И, опять же, очень экономно. Следующая кисточка, о которой я хотела бы сейчас поговорить. Это кисточка от Essence. Замечательно для пудры. Очень хорошо набита. Искусственный ворс. Вот такая цветная. У них много разных разноцветных. И она прекрасно наносит румяна и пудру. Потому что она вот такая вот пушистенькая. Очень мягкая, ее абсолютно не чувствую, не царапает. Личико – это самое главное. Дальше для моих любимых средств. Это средства в баночках. Обожаю баночки. Выглядит эстетично. Очень красиво. Место занимают немного. Не катаются, не падают. В общем, вещи очень удобные. Я, по крайней мере, так думаю. В первую очередь, давайте поговорим с вами о кушани от L'Oreal. Замечательная вещь. Очень удобный. Здесь он внутри имеет зеркальце. Вот так. Моя вторая баночка. Он новенький. Да, у него очень хорошо закрывается крышечка. Решила показать вам новенькую, чтобы было эстетично. У него очень хорошая наполняемость. То есть, он не сухой внутри. Приобретала его в магазине подружка. И у меня есть отзывы в магазине подружка. И несколько покупок я уже там сделала. Тоже оставлю на ссылочку. У него очень тонкая степень покрытия. То, что мне нравится. Я не люблю такой грим-грим на лице. То есть, я не в театре. Я не на сцене. Я не под софитами. Поэтому мне нужно легкое что-то такое. Воздушное, что я не буду чувствовать на своем лице. Одновременно то, что будет защищать мою кожу от воспаления. И когда я совершенно ничего не надеваюсь на свою кожу, и выхожу, например, на улицу просто с увлажняющим кремом, просто умытая, потом я чувствую какие-то воспаления, что-то, какой-то зуд. То есть, средства тональные фактически помогают мне в восохранении чистоты и здоровья моей кожи. Да, как ни странно бы это звучало, многие думают, что после тональных средств как раз и появляются прыщи, какие-то раздражения. Нет, на самом деле, друзья, если у вас правильно подобранное тональное средство, соответствующее вашему типу, вашему возрасту, вашим личным ощущениям, то тогда вы защищаете вашу кожу от внешней среды. Сейчас мы живем не в джунглях, мы живем в каменном джунглях. Тут огромное количество всяких газов, очень неприятных веществ, которые попадают в нашу кожу. И особенно те, у кого жирная кожа, обязательно должны защищать свою кожу, потому что поры расширенные, туда очень много всего нехорошего попадает в течение дня. Поэтому очень советую попробовать тем, кто еще не попробовал. Ну и что я очень-очень и очень люблю, он у меня в оттенке 0.1, Он гигиеничный, и не нужно пользоваться кистями. Спонжик всегда можно помыть очень легко, и ручки после него чистые. Можно брать с собой. Уважаемые пудры и консилеры от Everyday Minerals. У меня их целые три штучки, вот такие. Everyday Minerals Face. Очень удобное внутри вот такое вот устройство, которое поворачивается для того, чтобы получить продукт. Достаточно вот так один раз стукнуть пальчиком, и необходимое количество выходит продукта. Нужно его буквально чуть-чуть. Как раз у меня на лице, как вы видите, очень легкое покрытие, его практически не видно. Нанесла его на зону Т, и не более того. Хорошая финишная пудра, имеет вот такой приятный золотистый оттенок. Никакого аромата, кстати, не имеет. Это минеральные пудры. И два потрясающих консилера. Один вот такой в фисташковом цвете, скрывает красноту. И второй вот в таком золотистом цвете, очень похож на первую пудручку, кладется под глаза. Но сейчас под глаза я его попробовала. Для меня суховат. Он не шиммерный, они все не шиммерные. Там нет никаких блесток. Но они создают такой очень приятный оттенок холеного, такого красивого лица с очень красивым, здоровым цветом кожи. Обожаю и люблю. Наношу его на все лицо. Он очень легко растягивается, такой тонкой вуалью ложится. Ну и это, конечно, обожаемая мною вещь. Перекрывает все покраснения. Просто замечательно. Меллюбимые тональные средства. Этим летом их много. Не требующие дополнительной цветовой корректировки. Все идеально подходят мне по тону. Начнем с Maybelline Superstay 24. Честно говоря, боялась, когда приобретала его. Не знала, как будет выглядеть на моей коже. Склонная к сухости. Зона-то бывает жирновата. В целом кожа склонна к сухости. И я волновалась, что это средство будет делать меня гораздо старше. Будут делать какие-то морщинки непонятные. Но нет. Потрясающе лежит. На хорошо увлажненную кожу ложится идеально. Держится действительно весь день. 24 часа я, конечно, его не проверяла. Но 10 часов он держался идеально. Замечательная вещь. Оттенок 03. Натуральный бежевый. Замечательный. Следующее любимое шеймное средство. Клоранс увлажняющий крем с легким тинтом. У меня оттенок 00, то есть самый светлый. Здесь есть SPF 15. Замечательное средство. Ложится как абсолютно просто увлажняющий крем. То есть ничего не требует. Никаких спонжей для разнесения. Никаких кисточек. Просто ручками. Так же, как вы кладете увлажняющий крем на личико. Вот вместо увлажняющего крема можно использовать этот клоранс. Использую я этот крем в том числе для занятий спортом. Просто наношу его утром. И если в течение дня я занимаюсь своими делами, он никак не трогается с места. Дает влагу. Кожа при этом дышит. И при этом потрясающе ведет себя в активных тренировках. Я не снимаю его, когда хожу на тренировки. Он дает очень красивый, легкий такой оттенок. Приятный. Учебное открытие для меня стало в этом сезоне косметика Ева Мозаик. Это российская косметика. Очень советую вам попробовать. В данном случае это праймер Радианс Уход. Я показывала его очень близко и подробно в аналогах люксовой косметики. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Кому интересно, кто интересуется заменами. Люксовой косметики это база Уход. Это инкапсулированный витаминный комплекс. Он подстраивается под цвет лица. В нем такие маленькие мелкие капсулки цветные, которые при растирании на коже, легком таком, они очень быстро расходятся. Дает прекрасный, здоровый, такой ухоженный и выспавшийся вид. Эта база очень бюджетная, с очень, кстати, удобным носиком. Мне это очень нравится. Творят чудеса. Просто замечательная вещь. Люблю, люблю, люблю. Катрис камуфляж. Легкий такой, очень флюидный консилер. У меня он в номере 010. Он такой довольно жидкий. Не очень плотный, в отличие от Катриса камуфляжа в баночке. Но у меня нет никаких, видимых, таких серьезных недостатков. Может быть, только какой-то сосудик или маленькое пигментное пятнышко, которое мне нужно закамуфлировать. У него на область вокруг глаз, а точнее вот здесь, где есть такие потемнения. Темнение, высветляю эту зону. Можно убрать вот здесь какие-то сосудики, если таковые существуют. Замечательная вещь. А самый любимый мой консилер, у меня очень видны сосудики. Вот здесь, которые при отдалении создают такой темный фон под глазами. Это консилер от Skin Food. Это вот такой красивый лососевый оттенок. Потрясающе лежит на коже. Очень быстро расходится на коже, если вы его чуть-чуть разотрете. Его уже не видно, но он скроет все венки, все такие потемнения. Здесь его довольно много, видите, очень много продукта. Я даже не представляю, насколько мне его хватит. Но я просто счастлива, что я его нашла при такой сухой коже под глазами. И возрастной, кстати, кожи я очень его рекомендую. Мой обожаемый Виши, это с этим средством. Я разбавляю все тональные средства, которые мне не подходят по тону. Как вы видите, он очень светлый. У него очень хорошая текстура. Он очень хорошо работает как противовоспалительное средство. И кремы, например, мне там не очень нравятся. А вот такие средства Tint, увлажняющие и одновременно борющиеся с воспалениями на коже, средства мне очень нравятся. Давайте приступим к карандашикам. Постоянно ими пользуюсь. Первый карандашик 002 от Vivienne Sabo. И сейчас он у меня на бровях. Это оформление бровей. Здесь есть щеточка. Меня абсолютно устраивает цвет. Вот такой коричнево-серый. Очень красивый оттенок. Натуральный, естественный для блондинок, для русых, для светло-русых. Подходит всем. Просто я очень советую. Стоит что-то 100 с небольшим рублей. Но, в общем, при том, что я использовала карандаши, которые стоили 1000 рублей раньше, для меня вот эта вещь, которую я мог купить 10 штук сразу и забыть на всю жизнь про проблемы с бровями, это просто счастье. Карандаш от Vivienne Sabo для меня это просто открытие вообще. Эта компания французская с очень бюджетной косметикой для меня просто открытие в этом году. Никогда не использовала ничего абсолютно. И сейчас открыла для себя еще вот такой вот светлый карандашик. Он не белый, что очень приятно. Он такого очень естественного кремового цвета. Замечательно подходит для нанесения вот в эту область. Он не сыпется, он не раздражает глаза, он прекрасно накладывается. Чего не скажешь о его братьях, которые стоят в 5-10 раз дороже. И теперь поговорим о пупо-карандашках. У меня зеленые глаза, такого болотно-зеленого цвета. И я нашла очень похожий на них карандашик, чему я очень рада. Очень красивый цвет. Витмилитари металлизированный, зеленый, очень красивый. Тушу его на серединочку подвижного века, растушевываю пальчиком, либо кисточкой. И вуаля, получаются тени. Тени получаются шикарные, держатся очень долго. Пупо очень недорогие карандашики сейчас выпускает. Используется довольно экономично, не быстро стирается. При этом наносится как жирные такие кремовые тени. Это очень приятно. Так, мы продвигаемся к моим любимым, любимым, любимым теням для глаз. В этом году меня покорили совершенно тени Као Тату от Maybelline 24 часа. Вот такие вот тени. У меня они в расцветочках 65 Pink Gold, 35 On On Bronze и 91 Creme de Rose. Если вы их используете, то база под макияж вам уже, скорее всего, не нужна. Они ложатся как база, они отлично засыхают, они в течение дня никуда не деваются. У них очень такая хорошая кремовая текстура. Они похожи на вот такой прям вот крем с цветом. Вот такие они хорошо довольно пигментированы. Ну, а ярче мне не надо. Как вы видите, я не ношу слишком яркий макияж. Предпочитаю такой более нюдовый вариант. Это просто моя любовь во все времена. Я просто счастлива, что они у меня есть. Вот мы приблизились к моим любимым румянам. Румяны я предпочитаю от компании Bourjois. У них очень интеллигентные цвета. Не сильно пигментированные румяна. То есть с ними сложно ошибиться. Они не ставят никакие пятна на лице. Да, они прекрасно растушевываются. И любой совершенно кисточкой вы сможете набрать тонкий-тонкий слой, который легко растушуете. Также я добавляю эти румяна в качестве теней. И как пигмент на губы, и на глаза. То есть все возможные варианты я использую. Вот такой вот очень красивый, интеллигентный розовый с золотинкой цвет. И второй. Это цвет Ambre. Очень красивый там роза Ambre. Очень красивый, такой приглушенно-розовый. Богатый очень цвет. Вот он лучше набирается. Он абсолютно матовый. То есть вот одни, видите, золотинкой такие, более перламутровые. И вторые абсолютно матовые. И те, и те великолепные. Друзья, попробуйте. Не могу сказать, что это прям совсем бюджет-бюджет. Но, в принципе, в районе 500 рублей они стоят. И если их хватает на 2-3 года, поэтому, по-моему, это прекрасно. И сейчас у меня на лице Clorance. Вот эти румяна, которые я положила и еще на верхнее веко немножечко для общего оттенка. Это моя любимая пудра от Everyday Minerals. И консилер от Catrice. Уголка глаз. Итак, мои любимые туши. Почему так много? Потому что одна из них водостойкая. Мариньер от Vivienne Sabo. Абсолютное открытие. То есть ей в сочетании с кремом Clorance, с тинтом, да. Для того, чтобы ходить в фитнес-клуб. Держится идеально. Даже после сауны не смывается вообще ничью. Кроме, естественно, специального средства. Sensation от Maybelline. Да, вот такая вот розовенькая. Ну, во-первых, это мой любимый розовый цвет. Такой смешанный с бежевым. Во-вторых, она хорошо прокрашивает реснички. У нее очень удобная вот такая вот кисточка с изгибом, да. Которая чуть-чуть как бы подкручивает реснички. Следующая тушь, которая есть у меня, это L'Etoile Selection. Premier General Longer. Вот такая. Она имеет очень приятный вот такой вот зеленоватый оттенок. Который отлично подходит под карандаш, который я вам показывала. Пупа зелененький. И в сочетании они дают потрясающий эффект на зеленых глазах. Также она не осыпается. Она очень хорошо удлиняет реснички, прокрашивает. Вот что-что от туши мне в L'Etoile очень нравится. Еще одна тушь от L'Etoile. Это такая вот шоколадная. Номер 102. Это Starlet. У нее очень пушистая кисточка. Но в принципе я научилась пользоваться вот такими вот пушистыми кисточками. Мне они нравятся, не мешают абсолютно. Очень красивый, настоящий такой шоколадный оттенок. Это помады. И дальше будет парочка ароматов. Любимейшая мною помада. Диоретта. Это серия Диоретта от Dior. Держится целый день, друзья. Я была поражена. Сайду охромит немножечко. У нее очень красивый такой малиново-розовый оттенок. Очень модный. И с другой стороны очень такой чувственный, легкий. И не делающий зубы желтыми. То есть она все-таки такой в холодный оттенок. Это оттенок 688 Диоретта. Значит, теперь Клоранс. Клоранс я очень люблю. Бэйби Роуз Джоли Руш 712 номер. Очень нежная. Очень такая прямо нюд-нюд. Такая нежная, такая красивая. Тоже дуахромит. Вот так красиво смотрится. И всем на незагорелую кожу она будет потрясающей. То есть это вот такой вариант на белую кожу. От Avon. Иногда приобретаю эту косметику. Не вижу ничего плохого в каталожной косметике. Есть ли у них красивые цвета, хорошее сочетание и очень приятные текстуры. Аромата нет никакого. Fallen Kisses. Напишу вам в описании более точные названия. Если вам понравился этот вот такой красивый насыщенный цвет, я обязательно напишу вам. Чтобы вы тоже могли заказать такую помаду. Что сейчас у меня на губах? У меня на губах сейчас помада от Avon. То есть вот она выглядит так. И ее очень можно легко нанести вот так. Даже без зеркала. Она очень кремовая. И одновременно очень устойчивая. Мне очень нравится. И две помады номер 987 и 620. От Maybelline. Одна из матовой серии. И вторая из увлажняющей серии. Цветовый цвет. Губы настолько интеллигентные с этим цветом. Настолько кремовая такая текстура. Потрясающая, друзья. Вот держатся очень-очень долго эти помадки. Они тоже такие тяжеловатенькие немножко. Я имею ввиду увесистая такая упаковочка. И вот это более такой насыщенный. Очень похожий на него. Но более матовый. Ну, собственно, это и есть матовая серия. Вот это номер 987. Очень красивые. Ну, и теперь абсолютное для меня открытие. Компания Стендерса выпускает такие вот ароматы летние. По-моему, в линейке 4 аромата. Я приобрела Blooming Meadow. У них была распродажа. И мне посчастливилось приобрести чуть ли не 40% скидкой. Аромат потрясающий. Ребята, я никогда не думала, что мне понравятся пылевые цветы вместе с медом. Но он настолько грамотно сделан. Он там ноготки, какие-то ромашки, еще что-то. То есть такие горькие цветы. В сочетании с медом, вот эта горечь с медом, это настолько тонкий, получился настолько богатый аромат. Я была просто поражена. То есть я ожидала такого от компании Стендерс. Она делает, если вы знаете, потрясающее мыло, средства для тела, замечательные шампуни. Но вот такие ароматы замечательные. Ну, хотя, в принципе, да, у них действительно, видимо, очень все хорошо с поставками эфирных масел, таких настоящих хороших эфирных масел, потому что их мыло самое лучшее. В завершении ролика я хочу поделиться с вами своим любимейшим ароматом. Трезер Лунаин. Он такой глубокий, горько-сладкий аромат. Вот я вообще заметила, что мне, да, мне действительно очень нравятся такие вот ароматы розы, цветов в сочетании с горечью. Богатый шлейфовый аромат, очень красивый, хорошо раскрывающийся на коже. Он продавался в комплекте с гелем для душа и кремом для тела. Я очень люблю использовать такие вещи в комплекте. Хватает буквально двух пшиков для того, чтобы весь вечер чувствовать себя королевой. Ощущать действительно себя в своей тарелке хорошо, уверенно и иметь прекрасное настроение. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам нравятся такие видео. Я благодарю вас за внимание. Благодарны за все, что имеете. Пока!